Давайте начнем беседу. Вот, допустим, человек не знает, как побеждать судьбу. Не может себя прогиагностировать. У человека, допустим, обида, он ходит по психологам, он не знает, что ему надо неподвижное положение тела делать, надо с водой соприкасаться. Он ходит по психологам, а обида не проходит, потому что у него сильная чувствительность в жизни. И знаете, что проходит несколько лет, что происходит с человеком? Он перестает верить в свою жизнь. Он уже не верит, что он может нормально жить, что он будет счастливым. Он уже в это не верит. Он разочаровывается в своей жизни человек. Гаснет, теряет силы. Представляете, как важно все-таки знать, как правильно жить. Иначе приходит время, и человек уже не верит, что он может быть счастливым, что все хорошо у него будет. Важно иметь знания. Важно знать, как молиться. Допустим, мы говорили с вами много о том, как очищать организм. Вы уже знаете, что нужно неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде. Вы уже знаете. Я говорил также о добрых делах, как они помогают человеку. У нас есть ниточки, социальные связи. Со всеми, со всеми, с кем мы связаны в этом мире, у нас есть ниточки. Эти ниточки могут загрязняться. Ниточки связаны с памятью. Вот, допустим, я если плохо думаю о человеке, значит, у меня связь с ним плохая. Ниточка грязная. Через грязную ниточку идет злая судьба, через чистую не идет. Ну, это то же самое, как вы, допустим, чистите дома, моете квартиру. Если квартира чистая, то никто не заболеет, дети не заболеют. Да? Все будет хорошо. Вот вы знаете, квартира чистая, значит, все будет хорошо. Никто не пострадает. Так? Поэтому женщины всегда упираются, мыют квартиры, чтобы все было хорошо. Так? Так. Вот. Точно так же надо чистить свои ниточки связи с людьми. Как их надо чистить? Их надо чистить, желая добра человеку. Ну, а как вот желать добра человеку, если с ним постоянно, вот ты о нем думаешь, тебе плохо, он о тебе плохо думает, ты тоже плохо думаешь, у вас плохая связь. Для того, чтобы желать добра человеку, нужно для этого подключать Бога. Вот, допустим, есть такие приборы, способы, которые берут солнечную энергию и используют ее где-то. Например, вот взять такое вот увеличительное стекло, да, если его куда-то направить, то начинает гореть, да, ну, сконцентрируется в солнечной энергии и начинает, допустим, бумажка постепенно дымится, да, может загореться даже. Так? Мы в детстве вот так делали. Берем увеличительное стекло и что-то поджигаем вот так. Раз, направляем куда-то, и бумажка начинает чернеть и загорается. Точно так же можно в молитве брать энергию Бога, вот брать энергию Бога, как ее брать? Вот вы знаете, как брать энергию Бога? Не знаете? Чтобы брать энергию Бога, надо Бога благодарить. Олег Геннадьевич, а благодарить-то не за что. Ну, как не за что? Вот смотрите, до сих пор мир у нас. В Литве мир, войны же нет. Надо благодарить. Так? Вы же каждый день сыты. Есть кровь у вас, да, в жизни. Это же все, не все люди так живут. У некоторых бродяги, нет крово, кто-то человек не сытый. И вот, как вас зовут мужчина еще раз? Ритхас. Вот Ритхас каждый день кормит по 70 человек. Голодные люди, люди есть, которые вообще нечего кушать. Они приходят, им дают пищу. А вам, у вас есть, и Бог дал покушать. Надо благодарить. Понимаете, когда человек... Ну, что такое молитва? Молитва – это благодарение, прежде всего. Есть разная глубина молитвы, но прежде всего молитва – это благодарение. Если человек, ну, когда молится Богу, он, типа, «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя», вот, это не молитва. Молитва – это значит, что ты благодаришь Бога. А за что надо вспоминать? Надо вспоминать за все, что Бог хорошее дал в жизни. И за это благодарить. И вот, когда вы Бога отблагодарили, то вы в этот момент можете попросить, чтобы у вас очистилась память о человеке, чтобы вы вспомнили хорошее что-то. Вот, допустим, если есть какой-то человек, то обязательно с ним есть что-то хорошее. Вот, допустим, люди, когда знакомятся, они же... У них светлый Бог им дарит светлую память друг от друга. Они, люди же, не могут друг за друга жениться, если у них нет светлых дней каких-то хороших отношений. Так? Это обязательно что-то хорошее было. Но мы все это забываем. Мы помним только плохое. И когда человек думает о Боге, то он постепенно одухотворяется. Что это значит? Что он начинает думать о хорошем, больше хорошем, хорошем, хорошем. И постепенно у него уже только хорошие одни мысли, плохих не остаются. И в нашей ниточке связи с людьми очищаются. Первая стадия вообще взаимоотношений любых, надо дойти до спокойствия в сердце. В сердце вот внутри должно быть спокойно. Что все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот в отношениях с человеком, скажем так. Все будет хорошо. Потом дальше надо вот внутри, понимаете, в сердце. Вот я о нем вспоминаю, не о человеке я вспоминаю, а просто о себе. Я вот смотрю на себя, и у меня что-то плохо там внутри. И сразу ведь понятно, откуда плохо. Что какая-то ниточка фонит, она мешает мне жить. У меня плохая память об этом человеке. В какую-то сторону плохо идет. Вот это надо в сердце свое посмотреть и посмотреть, где плохо. Вот где-то есть плохо. Вот в очках девушка. Да, вы, да. У вас нет. Вот дальше вот светлый волос. Да, вот. Вы, вы, да. Вы. У вас есть сейчас с одним родственником, с близким человеком плохая связь. Вам больно, обижаетесь вы постоянно, помните. И надо это очищать, потому что через эту связь идет плохая судьба. Вот если ты ей даешь возможность действовать, она будет действовать. У нас разок в доме мыши завелись. Мыши завелись в доме. И пришел специалист, он говорит, но у вас в доме есть место, где мыши забегают. Надо просто это место найти. И тогда мышей не будет. У меня жена готовит, она духовная музыка играет, она поет, когда готовит. И в это время мышка такая вылазит и смотрит, как она готовит. Ну, конечно, классно, прикольно, но ей не хочется. Ей не нравится, когда мышки вылазят и смотрит, как она готовит. Мышки интересно, она привлекается духовной музыкой. Ей нравится освещенная пища, все. Ей классно, но жене не очень. Ей не нравится. И специалист нашел место, заткнул это место. Всем мышкам мы сделали домики такие. Туда положили освещенную пищу, мышки забежали в домики. Мы их потом взяли и отнесли их дальше проповедовать по всему миру. Давать знания уже людям, они получили освещенную пищу, теперь надо ее разносить по всему миру, сдавать. Вот, всех мышек мы отправили на распространение освещенной пищи. Вот, и все, из дома мышей уже не стало после этого. Понимаете? Точно так же и в сердце человека. Надо найти место, где вот эта вот связь плохая, через которую идет плохая судьба. Через которую грязь. Вот мышка, она грязь в дом заносит. Вот в чем проблема? Через нее инфекции передаются всякие, так? Поэтому мышей в доме не должно быть. Вот, они могут на улице гулять, там бегать, но в доме не должно быть. И точно так же в сердце у человека не должно быть негативных связей. Потому что через них заходит грязь в нашу жизнь. Вот есть негативная связь, значит через нее все самое плохое в нашу жизнь будет валиться. И эту связь надо убирать негативную. Если у тебя плохо думаешь о каком-то человеке, значит через это мысли тебе плохая судьба и придет. Бывает плохая судьба сидит и ждет, ждет, и она скучает. Потому что у человека все ниточки очищены, у него все в доме порядок. И все мышки на улице, они возле дома сидят, они хотят в дом, но не могут попасть. Потому что дырочек нет. Некуда пролезть. Точно так же и у человека вот эти ниточки связи. Нужно их очищать. И это очищение через память происходит. Надо сначала научиться благодарить Бога. Если ты Бога не благодаришь, то тогда молитва не работает. Научиться благодарить Бога. То есть жить в благодарности. Вы когда, допустим, недовольны все время ходите, думаете, все плохо, ничего хорошего нет, все негативные мысли постоянно. Вы с кем в это время разговариваете? Думаете, что плохо все? Вот в черном, девушка, вот вы недавно думали, так плохо. Ну, доленец это был, сейчас хорошо вы думаете. Ну, и вот с кем вы разговаривали, скажите. С кем? С Богом. То есть мы не знаем об этом, мы думаем, я с собой разговариваю. Люди, ну как ты можешь с собой разговаривать? Это только пьяный человек может с собой разговаривать. Я вот там юмор смотрел, там пьяный человек сидит перед телевизором. Ему говорят, в Москве такая-то погода. Он говорит, да не надо мне в Москве, скажи в Таганроге. Что ты мне в Москве говоришь? Он с телевизором разговаривает, потому что пьяный. Он ничего не соображает. Так и мы тоже с собой разговариваем все время. Мы все время с собой разговариваем. А мы не с собой на самом деле разговариваем, мы разговариваем с Богом. И все время, мы все время что делаем? Выражаем свое недовольство все время. Недовольны мы, недовольны. Вот он же много хорошего нам сделал, Бог. А мы все время недовольны, недовольны, недовольны. Вот придете домой, как вас зовут? Эльда? Эрика. Вот придете домой, Эрика, и посмотрите в зеркало. Вот посмотрите в зеркало, какую вас Бог красивую сделал. Вот он вас такую красивую сделал. Вот посмотрите в зеркало, это он вас сделал такой, Бог красивую такую сделал у вас. И что недовольны? А? Благодарю вас, да. Вот. Надо Бога благодарить. Сейчас Бог слышал? Как определить, слышал он или нет? Вот у вас, вы почувствуете, в зале легче стало, как вот здесь хорошо стало? Бог вот здесь находится. Вот здесь хорошо стало после песен? Хорошо? Такая спокойно, да, стало? Это значит, Богу понравилось. Вот это называется отношение с Богом. Он прямо там находится, он все слышит. Надо, это подвиг души. Подвиг души, в чем заключается? В том, чтобы начать думать о хорошем, благодарить Бога. Мы все время печалимся, печалимся, надо благодарить. Это называется молитва. Есть, конечно, молитвы такие, дай, 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 дай. Не, дай, 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 неплохо, дай. Вот. В этой связи есть такой пример. Бог же отец, и он постоянно нам готовит что-то хорошее, он готовит нам в жизни что-то хорошее. И ребенок подходит к нему и говорит, спасибо, папа, за лунный свет, за все, что ты мне готовишь хорошее, ля-ля-ля-ля-ля. И он говорит, какой ты хороший у меня ребенок, я тебя так люблю. И отправляет его. Он папа благодает, да? Что такое ребенок. Теперь второй ребенок подходит и говорит, папа, дай мне, дай мне то, дай мне все, дай мне то. Папа говорит, ну я же тебе готовлю. Ну потерпи немножко, я, конечно, тебе дам. Папа тоже не против, это его ребенок, он любит, но он думает, лучше бы, чтобы этот ребенок был немножко потерпеливее. Он слишком все время просит, просит, может быть, лучше благодарить. Так? Спасибо. Вот, поэтому нужно благодарить. Когда мы были в Риге, у нас была одна лекция, была День Святой Валентины. И мы праздновали этот день, потому что в этот день впервые Святая Валентина искупалась в ледяной воде. Пять минут там стоит. Спасибо. Хорошо. Вот. И так очень важно понять, мои дорогие друзья, я вроде бы с вами шучу сейчас, но на самом деле все, что я вам говорил, это все не шуточное знание, потому что вы, если не будете этого делать, то будет только хуже. Потому что через эти негативные ниточки рушится наша жизнь. Вот человек думает, думает плохо, и у него есть определенный запас прочности, после которого происходит разрушение уже в жизни. Можно думать, думать, думать плохо, а потом раз, рушатся связи, и уходят близкие люди, и становится горько потом, печально, одиноко становится. Поэтому надо понять вот этот принцип, как бы тяжело ни было, надо всегда благодарить Бога, каждый день благодарить Бога, и посылать эту благодарность близкому человеку. Почувствовали в сердце, вот вы сейчас после песни почувствовали в сердце вот это спокойствие, так хорошо стало? Вы все это съели сами, да? А надо что делать? Спокойно, хорошо стало? Пошлите близкому человеку, на который вы обиделись. Вот у вас есть близкий человек, на который так... Давайте, ему посылайте, вы хорошо в сердце, давайте, посылайте. Посылайте? Посылайте? Все, у вас пошла ниточка очищаться. И вам сразу легче стало, видите, надо себя пересилить. Послали ему, вам сразу легче становится. И вот эта вот светлая память о человеке начинает появляться. Вот вы, многое сейчас плохого, но до этого было хорошее, вы уже забыли. Светлая память, когда появляется с человеком в отношениях, значит, уже злая судьба зайти в вашу жизнь уже не может. А вы знаете, что через эти связи, ниточки, заходит злая судьба и разрушает жизнь. Вот люди не виноваты у нас, они просто все находятся под влиянием злой судьбы, нашей. Все люди хорошие, сами по себе. Когда спят зубами у стенки. Сутками. Они все сами по себе хорошие люди, но судьба действует через них. И поэтому лучше, чтобы они спали. Ну, как они просыпаются, так же начинаются проблемы. Заметили, когда спят все хорошие, да, такие? Человек должен быть смелым в отношениях со судьбой. Смелость означает вспоминать хорошее и посылать вот эту ниточку, очищать. Там просто есть всего два варианта. Первый вариант, это когда человек не перешагивал черту, он не изменял, он не изменял, он не предавал. Вот у вас такой вариант. Не изменял, не предавал. Просто плохо себя ведет. Все. Нет? Да, да, такой вариант. Вот. И в этом случае надо прощают учиться. В этом случае надо светлую память о Боге в раке в ниточку он посылает, чтобы успокаивать человека. Менять его к лучшему. А есть вариант, когда человек предал, изменил, когда он, ну, как бы перешагнул эту черту, красную линию, которую Молисей сказал, не изменяй, не насилуй, не убивай. Нельзя вот это все делать. Тогда вот в втором случае надо посылать тоже доброту человеку, доброту. И одновременно желать ему, чтобы Бог его поставил на место. Вместе с добротой надо ему также посылать наказание от Господа. Привет. Ну, то есть иногда мы просто одну доброту посылаем, а иногда говорим, вот это доброта тебе, и пускай Господь тебя научит, что так нельзя. Понятно? Нет? Ну, иногда у нас в сердце живет наказание по отношению к человеку. Вот, например, человек бросил с двумя детьми там женщину, она маленькие дети, она не работать не может, ничего, как-то выживает, пробовать живет. Можно это принять такое или нет? Нет. Значит, что нужно сделать? Нужно молиться, светлую память, благодарить Господа за все и посылать этому человеку доброту и плюс наказание. Это тоже доброта, чтобы человек понял, для чего наказание, чтобы он понял, что так нельзя делать. Иногда человек может понять через доброту, когда он красную линию не перешелет, он только через одну доброту может понять. А если человек перешел эту линию, он ворует, изменяет, насилует, то через доброту уже невозможно объяснить человеку. Тогда доброту надо посылать, плюс наказание, ну, чтобы просить Господа, чтобы он научил этого человека. Как он там научит, он сам решит. Ну, чаще всего через наказание он учит Господа. Понятно? Нет? Нет, но это все равно тоже доброта. Потому что, когда мы злимся на человека, его не любим, это не помогает ему. Он становится хуже от этого. А вот когда мы доброту посылаем, плюс наказание, он становится лучше. Мы не можем сами нормально наказывать. Нормально наказывать можно человека, когда у тебя есть сердце доброта. Ты можешь тогда наказать его. И он все поймет, потому что цель-то наказание изменить человека, исправить, а не уничтожить его. Поэтому, два варианта. Или просто мы прощаем человека, вспоминаем хорошее, прощаем и не обращаем внимания на его поступки. Не обращаем внимания. Это один вариант. А второй вариант. Мы прощаем его и наказываем. Ну, мы не сами наказываем, мы просим Господа. Может быть и самому человеку придется наказать, допустим, там, ну, можно на сударь, на мужа подать на элементы, если он детям не помогает. Это наказание. У него будет государь собрать часть зарплаты. Это хорошо или плохо так сделать? Хорошо. Мужчина будет понимать, что так нельзя, что нужно заботиться о своих детях, которых ты произвел на свет. И так каждый человек должен каждый день очищать ниточки, с которыми он связан с другими людьми. Надо постоянно славить Господа и посылать доброту людям. Иногда это просто доброта, иногда доброта плюс наказание. Но мы не можем доброту плюс наказание посылать тем людям, которые нас не предавали. Ну, допустим, человек поругался с нами, просто поругался. Надо простить. Если он что-то не понимает, простить. А если он предал, изменил, бросил. Если он насилие совершил, своровал что-то там, обманул. Тогда в этом случае доброту плюс наказание. И тогда все будет хорошо у нас в жизни. Вот почему у нас в сердце вот здесь вот плохо? Вот у многих людей в сердце плохо. Это называется лень души. Душа, когда аскизы не совершает, не славит Господа, не посылает людям доброту, ниточки не очищает. Или лень, или незнание, или невежество. То есть, если душа знает, она должна это делать. И она должна неподвижное положение тела делать. В это время молиться. Когда не двигаешься, молитва очень хорошо идет. Потому что, когда человек не двигается, у него энергия знания начинает сильнее двигаться по его психическому телу. Неподвижное положение тела включает энергии знания. А именно молитва и нужна. Во время молитвы нужна энергия знания. Потому что энергия знания связана с памятью. Энергия счастья связана с ощущениями. Человек ощущения от счастья испытывает. Энергия вечности связана с волей человека. С способностью преодолевать. А энергия знания связана с памятью. Вот когда, допустим, тебе надо знания проявлять. На уроке, допустим, отвечать. Ты что делаешь? Волю включаешь или память? Память надо вспоминать, что там выучил я. Чтобы ответить. Память, да, включая. Поэтому надо застыть. Некоторые застывают. Он не двигается такой. Чтобы память включалась. Он раз и встал такой. Вспоминает. Вот. Понятно? Поэтому, когда человек не двигается, он вспоминает о Боге. Память о Боге включает. И славит Господа. Вспоминает. Что он вспоминает? Что такое молитва? Что мы вспоминаем? Мы вспоминаем. А что хорошего у меня в жизни есть? Вообще, что хорошего? Вот это надо вспоминать. У меня ничего хорошего нет. Ну, знаешь, у тебя плохая память. Тебе Бог много чего хорошего сделал. Ты все забываешь. Все плохое помнишь, а хорошее ничего не помнишь. Потом не обижайтесь. Допустим, вы мужу готовите, 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 готовите. Целый месяц хорошее. И один раз пересолили. И он такой, что ты пересаливаешь все время? Я думаю, нифига себе. Я один раз пересолила. Он ни разу не похвалил меня, когда я хорошо готовила. И ты ему говоришь, мужу, я тебе сколько раз хорошо приготовила? Он говорит, я не знаю, у меня пересолено сегодня. И вы думаете, что это за он такой вообще, он ничего не помнит, неблагодарный. Я ему готовлю, готовлю, а он только плохое видит, а хорошее ничего не видит. Женщина откликается в сердце, то, что я говорю. Согласна, да? Но почему муж рядом неблагодарный? Потому что мы Бога неблагодарим. И Бог нам через мужа обратную связь дает. Он же напрямую не придет и не скажет, что это такое неблагодарное. Он через людей это делает. Люди неблагодарность себя ведут, когда мы сами неблагодарим Бога. Понимаете? Поэтому, чтобы все благодарные вокруг были, надо благодарить Бога постоянно. Теперь давайте разберемся, что будет, если ниточки не ощущать. Есть разные стадии их засоления. Вот, допустим, первая обычная стадия – это обида, раздражение, неприязнь к человеку. Неприязнь – это что, какая энергия? Это энергия знаний. Неприятно рядом с человеком находиться. Вернее, вернее, это энергия счастья. Нет счастья, но неприятно. Это значит, энергия счастья так засорилась уже в отношениях с ним. Энергия счастья закорилась, что прям… Ты с ним прям не хочешь рядом находишься. Он противный такой, противный. Как мне с ним жить, если он противный? Он такой в спортзал ходит, такой мускулистый, такой спротивный человек. Неприятно, не хочу я с ним. Это значит, что у тебя энергия счастья пострадала. Нитечка пострадала энергия счастья. Люди делают выводы, раз он противный, зачем я буду с ним жить? А почему энергия счастья пострадала? Потому что ты ему не приносишь счастья. Нужен обмен счастьем был. Ты ему счастье подарил, а он тебе счастье подарил. Ты подарил, а он тебе подарил. Чтобы счастье дарить человеку, надо ему служить. Взяла, приготовила ему, взяла, улыбнулась, дарит счастье. И он в ответ тебе дарит счастье. И становится уже непротивной, нормальной. Понимаете? Энергия знаний может пострадать. Такая чувствительность. Ты чувствуешь, что тебе с ним... Он тебя раздражает. Вот. Значит, нужно как служить человеку? Принятие нужно. Принятие. Надо взять, написать на стене все, что тебе не нравится. Вот в нем написать. В столбик. Неляшливый. Упрямый. Одевается неправильно. Одевается неправильно. Одевается неправильно. Грязнуля. Неглаженным ходит. Денег мало приносит. Как ни крути. Не улыбается. Не улыбается. Нежно себя не ведет. Неласковый. Не замечает меня. Все написал. Столбик. Теперь пиши. Что хорошего. Столбик тоже. Верный. Верный. Не бросает. Любит. Заботится. Любит детей. Не храпит. Не гуляет. Не гуляет. На других девушек смотрит недолго. Отворачивается. И написала все хорошее. Потом начинаем молиться. Очищать ниточки. И если вы вычеркиваете что-то плохое. С того столбика уже вычеркиваете. Это нормально. Ничего страшного. Вычеркиваете. Значит вы. Служите человеку. Служите ему. Если вы по-доброму относитесь. У вас ниточки очищаются. То плохое вычеркивается. Хорошее прибавляется. Больше хорошего видеть начинает. Это называется энергия знания в отношении. Вы включаете знания. Потому что люди. Когда знания не включают. Им неприятен человек становится. Они перестают. Видеть хорошее. Видеть только плохое. Вы скажете. Олег Геннадьевич. Ну нет у него ничего хорошего. А если есть. Вот Бог вам дал человека. Знаете. Я разок пришел. Пришел в магазин электроники. Покупать. По-моему компьютер. Что-то я там покупал. И короче. Я нашел в себе. Такой. Этот не то. Там. Это не сё. Пятое-десятое. Там. Этот передо мной распинается. Говорит. Вот хороший. Это аппарат. Такой. Цена хорошая. Все хорошее. На самом деле. Берите. Я такой. Не нравится мне. И пошел. Там. Там большой очень супермаркет. Много магазинов. Я нигде не нашел лучший. Короче. Всегда цена везде хуже. Везде дороже. Везде хуже марка. Прихожу назад. А он говорит. А у нас уже этот купили. Не нравится. Твои проблемы. Понимаете. Мужика потеряла. Бог тебе дал. То не сё. Пятое-десятое. Это не так. То не так. Потом. Как бы. Развелась. А на рынке лучше мужиков нет. Ходила. Ходила по супермаркету. Пять лет. Лучше нету. Чё это значит? Чё значит это? Это значит, что ты... Мужиков не разбираешься просто. О чём-то мечтаешь там, о своём. А ту модель, которую тебе Бог предложил, ты не взяла. Теперь вообще останешься без модели. Ну я пошёл домой. Я плохой-то не хочу покупать. А хорошего уже нет. Уже купили. Я думаю, чё же я такой глупый, думаю. Нам был брак. А он такой, знаете, такой продавец слишком хороший. Говорит. Ну у нас хорошая модель. Он говорит. Она единственная такая хорошая. По такой цене. Я думаю, что слишком-слишком всё просто. Бог думает. Если тебе слишком просто, значит пускай будет слишком сложно. Если тебе не нравится. Бог дал мужика и та не то, и то не так, и всё не так. Слишком всё просто. Ну хорошо, будет сложно тогда. М? Перечтейк? Так, мои хорошие. С Богом не надо капризничать слишком сильно. И надо понимать, что мы многого не видим вообще. Не понимаем, не замечаем. Вот женщины, у них всё хорошее самое снаружи. Они все из себя. Женщины. Ну всё у них хорошее, всё липлое. Всё снаружи. Очень хорошее, некрасиво. А у мужиков всё хорошее скрыто. Он снаружи такой лучше не подходить вообще. А если пригладеться там, внутри что-то хорошее есть. И надо изучать. А вы изучать не хотите. Надо изучать, смотреть, чего хорошего. Бог дал же вот экземпляр вот такой. Новая модель, говорит. Цена, говорит, небольшая. Цена небольшая. Чуть не разобралась. Пошла по рынку ещё искать дальше. Надо было разобраться. Модель хорошая. Через меня Господь вам говорит. Лучше не будет. Он мне говорит через меня. Вам, говорит, лучше не будет. И он даже, чтобы вы не думали, что я что-то сочиняю. Он вам говорит ещё, ну, предыдущие модели. Он говорит, предыдущая была совсем хреновая. С ней вообще лучше не связываться. Так? А до этого была получше. Ну, после того, как вы мужа бросили. Предыдущая была хреновая. До этого была получше. А это самая лучшая модель. Так ведь? Всё совпадает. Правильно? Это значит, что лучше не будет. Давайте его назад возвращать. Ещё можно. По рынку пройдётесь за 5 лет и лучше не найдёте. А во время-то идёт возраст. Кончаются. Это же не по супермаркету пройти. Я по супермаркету ходил, а вы ходите по своей жизни. Это разные вещи. Понимаете? И вот Олег Геннадьевич специально приехал вам это доложить. Рассказать вам про ваш мандаринчик. О, видите, ваш. Я же говорил, что ваш. Всё. Сразу не поймала, потом взяла с пола, подобрала. Вынь золото из грязи. Да помой. И будет золото. Так надо мужичков отлавливать. Если бы все были вот такие прям золотые сразу снаружи, ничего бы не досталось. Всех раскупили бы сразу. А все хорошие мужички ваши, они все снаружи не очень. А вы берёте, моете и становится хорошим. Вот такая система. Понятно? Надо быть внутренней. И так, очищение сердца, связи, ниточки. Первая стадия очищения – обида. Обида или неприязнь. Обида, неприязнь или не нравятся. Если не нравится, значит, нужно улыбаться больше человеку. Радоваться ему. Тогда будет нравиться. Вы увидите, что он хороший. Если ваш. Если не ваш, то отвалится, значит. Муж, допустим, мне нравится. Жили, жили с мужем. Что-то мне не нравится. Перестал нравиться. Больше улыбайся. И тогда понравится. Может, у него плохой период пошёл такой. Он стал некрасивым. А вы улыбаетесь ему, он такой. И он красивее становится потихоньку. Вот. Всё лучше, лучше, потихонечку справитесь. Понятно? Если неприятный, значит, тогда нужно заботиться о нём. Готовить ему, стирать. Станет приятным. Потому что он будет благодарным. Если раздражает, то нужно учиться принимать человека. Вот есть, допустим, недостатки какие-то, принимай. Потому что в недостатке человека это твои недостатки. Если ты с человеком встретилась, Бог дал, значит, твои в прошлом недостатке, в настоящем его недостатке. Нужно принять свои недостатки через него. Начать с ними работать. Мы так очищаем ниточки. И очищать ниточки надо через память. Также очищать ниточки надо через людей. Вот, допустим, вы живёте с каким-то человеком, у вас копятся отрицательные связи с ним. Как очищать отрицательные связи? Нужно приглашать друзей домой. И радоваться друзьям, кормить их, заботиться о ним. Субтитры создавал DimaTorzok